В эфире канал Россия Вести, Горочаево, Черкесия, в студии Ашемес Пхешхов. Добрый вечер, коротко о главном. В Черкесии установили стационарные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений. Этой теме посвятили брифинг в МВД. Как проехать на свою собственную дачу, преодолев барьеры? Жительница Архыза вот уже 10 лет пытается попасть на свой участок. Русский театр драмы и комедии в этом году вошел в число победителей конкурса фестиваля «Артмиграция», проводимым Министерством культуры России. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» провел в Черкесске 17-ю экологическую акцию «Оберегай». Сколько мешков мусора собрали активисты. В управлении ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии прошел брифинг с участием журналистов республиканских СМИ. Он был посвящен работе новых стационарных комплексов автоматической фиксации административных правонарушений, которые заработали с 16 сентября текущего года на двух самых оживленных перекрестках республиканской столицы. Рассказывает Светлана Акбаева. Как рассказали сотрудники Центра автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, с 1 февраля этого года стационарные комплексы автоматической фиксации административных правонарушений переведены в рабочий режим. 28 автопатруль «Радар» осуществляет фиксацию нарушений скоростного режима на участках дорог нашей республики. Два передвижных комплекса расположены на втором километре автодороги Черкес-Домбай. В общем, на территории Карачао-Черкесии планируют выставление 18 передвижных комплексов «Арена». Но основной темой брифинга стало другое нововведение. Вот уже неделя, как в Черкесске заработали два новых стационарных комплекса «Автопатруль-Перекресток», установленные на пересечении улиц Ставропольская, проспект Ленина и Умара-Алиева, Ленина, которые фиксируют правонарушения, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора и заезд на стоп-линию. И работают они в четырех направлениях. До этого комплексы проходили тестовый режим. И уже за этот короткий срок выявлено 600 правонарушений, говорили на брифинге. Хочется обратить внимание, что предусмотрено за данные правонарушения. За проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей. За повторный проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортным средством сроком от 4 до 6 месяцев. За невыполнение требований правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией предусмотрен штраф в размере 800 рублей. При оплате этих административных штрафов также действует 50-процентная скидка в течение 20 дней с момента вынесения постановления, кроме штрафов, наложенных за повторное совершение правонарушений. Постановления направляются собственнику транспортного средства согласно автоматизированной базы данных. И в случае сведения о переоформлении автомобиля знать, что владелец поменялся, мы не можем, говорят специалисты. Срок обжалования 10 дней с момента получения постановления на руки. Бывают очень много случаев, когда люди приходят и говорят, а что делать, если я постановление не получил? Здесь тоже причин бывает достаточно. Бывает, поменял человек место жительства. И приходит, ругается, говорит, я не получил письмо, так как я переехал, что мне делать? Нужно в течение 10 дней с момента изменения регистрационных данных своих. Написан в одном городе, потом поменял место жительства, ехал в другой город. Обратиться в любое подразделение регистрационно-экзаменационной госавтоинспекции и написать заявление об изменении своих регистрационных данных. Тогда постановления будут приходить по адресу, проблем уже будет меньше. Вот эти административные штрафы, которые приходят на вас, вы можете оплатить на портале государственных услуг, зарегистрироваться там. Можно оплатить не только штрафы, но и производить какие-то регистрационные действия. Записаться можно в РЭО. И плюс этого в том, что вы не будете стоять в РЭО в очереди, а вы запишетесь, и в определенное время вам уже будет назначено, к скольки вам туда нужно прийти. Также на брифинге рассказали о том, что через портал госуслуг можно получить 30-процентную скидку на оплату государственной пошлины. Светлана Акбаева, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. Печальная весть. На 1966 году ушел из жизни наш коллега, заслуженный журналист Карачаево-Черкесии Алимурза Матакаев. Более 40 лет Алимурза Амирбеевич посвятил непростому, ответственному и очень благородному делу – журналистике. В разные годы работал редактором вещанина на нагайском языке республиканского радио, заместителем главного редактора директора газеты «Нагай-ДВС». Его публикации и радиоматериалы всегда отличались актуальностью, злобладневностью, разнообразием. Тем коллектив ГТРК Карачаево-Черкесии и журналистское сообщество республики выражает соболезнования родным и близким Алимурзе Матакаево. Память о нем сохранится в наших сердцах на долгие годы. Приехав на свою дачу, она обнаружила, что не может на нее попасть. Жительница поселка Архыз Соня Байрамукова вот уже 10 лет борется с соседями и местной администрацией за возможность беспрепятственно проезжать к своему участку. Мадина Каракетова разбиралась в проблеме. Земельный участок на улице Береговой в поселке Архыз жительница Подмосковья Соня Байрамукова приобрела с расчетом на то, что когда-нибудь ее семья вернется на малую родину и построит здесь свой дом. Но когда это время пришло, все оказалось настолько запутанным, что вот уже 10 лет женщина бьется за право проехать к собственному участку. Мы в свое время купили участок в 97-м году. Купили, оформили и проездом уже с бывшей хозяйкой определились и уехали. Так как мы не в Карачаево-Черкесии жили, и уехали. А в 2008 году решили обосноваться. И мы в это время узнаем, что у нас проезд закрыт, нет у нас проезда. Оказалось, что владельцы двух других соседних участков, Поленина 20 и 20А, объединили свои земли в общий двор, при этом наглухо закрыв единственный проезд к участку Сони Байрамуковой. У нас вопрос, а как нам проехать? Нам соседи говорят, а у вас здесь нет проезда. Бывшая хозяйка, которая нам продала, она владела всеми тремя участками. Сначала она продала нашим соседям, с которым мы сейчас не дружим, скажем так. И определила, в последнюю очередь продала наш участок, на котором она оставалась жить на тот момент. Естественно, для себя она оставляла проезд. И после того, как нам продала, она также нам рассказала, что вы будете проезжать вот здесь. В кадастровой палате, куда обратилась дочь Сони Байрамуковой, Мадина Каракутова, ей подтвердили наличие проезда, предоставили и соответствующую документацию. Соня Байрамукова, по ее словам, не раз пыталась договориться с несговорчивыми соседями. Потом были обращения в правоохранительные органы. Выяснилось, что вся документация о праве собственности, которую предоставили соседи, была поддельной. Постаралась уже бывшая заместитель главы поселка Архиз. Но в судах даже с такими доказательствами Соня Байрамукова не может доказать свою правоту. Мы согласились на серветут. Серветут – это означает, мы согласны с тем, что якобы это их земля, и согласны проезжать по их земле. Нам уже все равно, как проезжать. Но, однако, серветут они просят сделать платный. Значит, мы должны им заплатить за тот проезд, который был и так обозначен изначально для нас. Естественно, это нас не устраивает. Не найдя правды, Соня Байрамукова была вынуждена обратиться в Генпрокуратуру России. По данному заявлению, были заново проведены прокурорские проверки. В ходе проведенной проверки, ну и, в принципе, как и нами, так и органами предварительного следствия, было установлено, что Пилярово в 1993 году, задним числом не имея на то оснований и полномочий, вынесла и сама подписала фиктивные документы о имя на гражданку Чамаеву постановление о передаче собственного земельного участка и свидетельство о праве собственного земельного участка площадью на 1436 квадратных метров. А также свидетельство о праве собственности на еще один земельный участок площадью 262 квадратных метров. Также она вынесла постановление о передаче собственности земельного участка и свидетельство о праве собственности на землю площадью 1517 квадратных метров гражданину Хубееву. Фактически Пилярово вынесла и подписала фиктивные документы, на основании которых в дальнейшем по доверенности она же и оформила право собственности на земельные участки, являющиеся муниципальной собственностью как раз Зеленчевского муниципального района. Вследствие чего без проезда остался соседний земельный участок, находящий как раз по адресу селу Архыз, улица Берегова 4, принадлежащая заявительнице Байрамуковой и ее сыну Каракотову на праве долевой собственности. Как рассказывает старший помощник прокурора Зеленчевского района, проверками также было установлено, что на сегодняшний день постановление и свидетельств главой администрации поселка Архыз не выносилось. Данных документов нет в районном архиве. Соня Байрамукова на своем участке начала строительство дома, проезжает через территорию, принадлежащую Сауран. Администрация обсерватории дала временное разрешение. Соня надеется, что справедливость вскоре восторжествует, и законный проезд к ее участку все же будет открыт. А новая владелица соседнего участка на предложение высказать свое мнение в сложившейся ситуации некорректно повела себя в отношении съемочной группы, также отказалась от комментария. Мадина Каракетова, Аслан Баташев, Вести, Карачаева, Черкесия, Архыз. Вести будет следить за историей, и в информационных выпусках мы еще вернемся к этой теме. Русский театр драмы и комедии в этом году вошел в число победителей конкурса фестиваля «Артмиграция». Организатором выступило Министерство культуры России при поддержке молодого режиссера Анны Зумер. Из сотни театров наш вошел в семерку лучших и представил спектакль «Тортюф» на московской сцене. Альбина Курачинова-Кенжева беседовала с директором театра Хасаном Беджиевым. Директор русского драматического театра Хасан Якубович Беджиев встретил нашу съемочную группу тепло и радушно и поделился впечатлениями от поездки в столицу. Очень горд тем, что театр попал в семерку лучших из более сотни и благодарит коллег по цеху за блестящую игру на московской сцене. Фестиваль «Артмиграция» проходит пять лет, и впервые за все время русский театр стал обладателем гранта на постановку спектакля «Тортюф» со всего Северного Кавказа и Юга России. И поэтому это не просто рядовой какой-то фестиваль, а значимый, очень солидный. Мы поехали, ребята наши, актеры, показались, кстати говоря, очень похвалили нашу труппу. И я был уверен, что они всегда, в любом смысле, никак не уступают, не потому что там надо хвалить своих актеров, но вообще надо любить актеров, иначе не получится театр. Я их очень люблю и уважаю вот за это, за то, что они могут и мобилизоваться, и умеют работать. И они профессиональны. В спектакле под руководством молодого режиссера Анны Зумер «Тортюф» оказывается в игровой комнате для взрослых, куда он привозит свою любимую игрушку-кафедру, с которой очень удобно наставлять всех на путь истинный. Герои этого спектакля, словно малые дети, ищут любви, защиты и человека, на которого можно переложить груз ответственности за свою жизнь. Анна Зумер говорит, что с легкостью согласилась сотрудничать с нашим театром и рада, что удалось воплотить все задуманное. Прелесть этого театра в том, мне кажется, что есть человек, неравнодушный директор, который прям что-то хочет, чтобы было что-то интересное в его театре. И он вот пригласил девочку, которая, кстати, скажу вам, первый раз за 90 лет существования этого театра на сцене русского театра драмы-комедии в Черкесске поставила спектакль «Женщина». Организаторы фестиваля говорят, что с каждым годом экспертам все сложнее выбирать спектакли, потому что все больше театров борется за участие в арт-миграции. Все критики после просмотра спектакля смотрели на втором этаже, потом переходили на первый, три камеры, обсуждение шло в открытую. И зрители, то есть все, все, кто... А каков столичный зритель? Как он отнесся? Ну, очень хорошо. Я же говорю, вообще одна женщина вообще встала. Я не видела подобного никогда, я не ожидала. Мы, честно говоря, думали, что вот призятые отношения были, что все-таки Кавказ, мы сейчас... И вы единственный театр, который привез классику французскую, Мольера, Тартюф, и потом показали в такой необычной современной форме. Фестиваль «Форум» – одно из самых заметных событий в столичной театральной жизни. Каждый год перед экспертами стоит задача привезти в Москву что-то интересное и необычное. И русский театр драмы и комедии с этой задачей справился на отлично. Альбина Курочинова, Кенжи Варашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» провел в Черкесске 17-ю экологическую акцию «Оберегаем». Около 100 воспитанников центра вышли к пруду в парке «Зеленый остров», чтобы очистить от мусора любимое место отдыха гостей и жителей республики. Перед началом масштабной уборки все участники экологической акции были обеспечены экипировкой с логотипом «Рабочим инвентарем» и мешками для мусора. За короткое время дети и педагоги собрали более 90 мешков мусора. В завершение мероприятия самые активные участники получили от филиала «Русгидро» сувениры с символикой компании. В эти минуты в Кремле проходит праздничный концерт, посвященный 25-летию Карачао-Черкесии и Ингюшетии. Ведущие концерта – Светлана Козеева и Ярослав Щекланов. В концерте выступают самые известные артисты двух республик, а также звезды российской эстрады. Подробный репортаж смотрите в понедельник в наших информационных выпусках. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к вечернему выпуску «Вести». Я благодарю вас за внимание и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова